Как это обычно полагается, как это обычно все начинается, как думаете, что будет на острове? Первый скриншот это у нас какой-то видимо Rave Mobile, тем не менее они есть. Ладно уж, бывает, как же еще, типа, ну что еще можно, типа, сказать? В самом Flame Mobile, во всем этом клиенте, если это еще все нужно будет скачивать, можно было бы еще, я в целом ненавижу ENB, я с ними, ну что я могу сказать? Ведь Flame Mobile вроде как создает, то ли они реально работают над всеми этими обновлениями, над всеми этими картами, над всеми этими прочими вещами. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP, вся дополнительная информация в описании. Несмотря на то, что я уже несколько раз подряд похоронил Flame Mobile тем, что, мол, они вот закрылись и больше никогда не переоткроются, и ничего там больше не будет, не заходите, не донатите, не делайте вот всех вот этих вот, знаете ли, прочих глупостей, несмотря на все это, Flame Roly Play, по всей видимости, продолжает, знаете ли, выпускать какие-то обновления, все прочее. Сегодня мы поговорим об одном вот из таких обновлений, об одной из таких... В общем-то, мы поговорим об обновлениях на Flame Roly Play, потому что я пролистал вот новостной журнал, вот все вот это вот, то, что я мог пролистать, я пролистал, смотрю, смотрю, есть ли там что-то, нету ли там чего-то, смотрю и по итогу понимаю, что ничего такого особенного там и нету. И думаю, блин, ну вот что ж это такое-то, ну как же ж это так-то, ну в самом деле, я вот прям, я вот прям вот, ну все это не понимаю. Однако, ладно, потому что сегодня мы все равно же, ну, собрались тут для того, чтобы все это обсудить, и давайте начнем, как это обычно полагается, как это обычно все начинается, с озвучивания самого вот этого, знаете ли, новостного, если его так можно назвать, поста с Life Mobile. Flame Mobile. Поделитесь с нами эксклюзивными скриншотами, на них можно увидеть начало нового острова, а также дорогу к нему с Лос-Антоса. Как думаете, что будет на острове? И мы на все это смотрим, и все это пытаемся как-то там, знаете, рассмотреть, и все это пытаемся сделать. Ну давайте начнем по порядку со всех скриншотов. Первый скриншот это у нас какой-то, видимо, мост, который ведет нас в новый город. В новом городе, как лично я уже могу увидеть, есть типа отель, тот самый отель из Лас-Вентуреса, я не помню, как он называется, Visage, Visage, нечто подобное. Ну, скорее всего, это он, могу ошибаться опять же, но похоже, в принципе, на него. Дороги, кстати, не черные, как было, допустим, с каким-нибудь Rafe Mobile, тем не менее, они есть. Идем дальше. Мост с другого, как я понимаю, ракурса. И насколько я могу увидеть, как это обычно и бывает, мост идет с пляжа Санта-Мари, или Санта-Моники, или Сантропе, или что-то такое. Ну, в общем-то, это уже обыденно, то, что мост на другой вот этот вот весь город, на другие вот эти вот прочие вещи, они идут именно, ну, вот, через всю эту Санта-Монику, Санта-Марию и Марии и прочие какие-то вещи. И, типа, ну, обыденно, да, ну ничего нового нету. Ну, в принципе, ладно уж, бывает, как же еще, типа, что еще можно, типа, сказать. Ничего абсолютно. И последний скриншот, это у нас, опять-таки, этот же самый мост, теперь только с какими-то, видимо, я не знаю, блять, что ENB, какой-то вырвиглазный ENB, зачем они вообще нужны? Если ENB, этот самый, будет в самом Flame Mobile, во всем этом клиенте, если это еще все нужно будет скачивать, это же пиздец. Кто с такой залупой, в самом деле, будет играть? В самом деле. Лично я не понял, потому что это же ря, это ж ебаная какая-то хуйня, типа, вы че серьезно, блять? Это ж ебаная залупа, нахуя? Зачем? Для чего? Я просто, я в самом деле не понимаю. Нахуй все это надо? Типа, что это? ENB, блять. В 2020 году, ладно бы еще был нормальный какой-нибудь, можно было бы еще, я в целом ненавижу ENB, я с ними наигрался в 2013 году, в 2016 году с ними еще успел поиграть, в прочих, возможно, годах с ними поиграл, и, в общем-то, наигрался, прям, знаете, до конца жизни. И тут сейчас, в 2020 году, спустя уже, я там, не знаю, 6, может быть, я не знаю, 4 года после того, как уже никому эти самые ENB не нужны, они все это встраивают в мобилку. Зачем, нахуя, для чего? Если честно, непонятно, но это как бы их проект, это их сервер, и пусть че хотят, то, в общем-то, и делают. Мне вообще поебать, похуй, и вообще в целом наплевать. Однако, ну, что я могу сказать, Flame Mobile вроде как создает, то ли они реально работают над всеми этими обновлениями, над всеми этими картами, над всеми этими прочими вещами, либо они просто, знаете, создают какой-то вид того, что они работают, что вот мы работаем, мы вот это вот все делаем, у нас 100, у нас все, у нас 5-е, 10-е, у нас 7-е, 8-е, 9-е, 25-е, все вот это вот прочее. Либо они реально вот нечто подобное делают, потому что в основном я вот все это листаю, это в основном уже даже не рекламные посты, потому что их, ну, типа, не отмечают, не тегают. То есть, Live Mobile сам, видимо, из-за того, что новостей других нету, они, видимо, сами за все эти новости берутся и начинают вот их, в общем-то, обсуждать, с ними что-то делать, и, типа, как-то так все это выходит. Я, если честно, не знаю, не понимаю вообще, зачем все это надо, типа, какая-то ебнутая хуйня вообще, типа, для кого, нахуя, зачем? Однако, ладно, в общем-то, Flame Mobile, мы посмотрим, когда он там, опять-таки, переоткроется, когда с ним уже хоть что-то можно будет поделать, хоть как-то там поиграть, хоть какие-то, я там, не знаю, видеоролики, может быть, на ютубе посмотреть, вообще узнать, что там как будет, и вообще в целом, то есть, чтобы, ну, чтобы более-менее уже что-то получилось, потому что по-другому я просто, типа, не знаю, они все это делают, все это постоянно говорят, мол, у нас будет то, у нас будет это, у нас будет то, сё, четвертое, пятое, жила-была, туда-сюда ходила, то-сё делала. Зачем все это надо? Вы уже там сделали много всего, открывайтесь уже, всё, баги исправили, какие-то новые вещи ввели, какие-то новые у вас там обновления есть, всё, что еще надо? Для чего вы так вот, я не знаю, мучаете просто народ, который уже давно хочет поиграть на всех вот этих вот ваших серверах и на всём, на всём прочем? Типа, зачем вы всё это делаете? Я вот это вот лично не понимаю, потому что это реально, это как-то очень странно, это как-то очень фигово и, типа, ну, ну, такое себе. Однако, ладно, я играл на проекте Arizona, RoleplayFenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все мои прочие вещи, они как бы находятся в описании данного видеоролика, там же в описании находится мой никнейм, там же в описании находится мой телеграм-канал, там, в общем-то, много всяких вещей в описании, поэтому заходите и всё, в общем-то, там делайте. До свидания и пока. Субтитры сделал DimaTorzok